день добрый всем день добрый а добрый он потому что добрые дела продолжают вершиться давайте так скажу громко и это радует сразу же хочу сразу первым делом хочу сказать огромное от души спасибо прям большое такое спасибо это роману роману яковлеву который сделал вчера то есть отзыв все по чесноку как говорится все четко плотно по делу принципе и немало лесных слов мой адрес благодарю реально заряжает не знаю может кому-то его полезно кому-то нет я думаю что найдутся люди те кому полезно это видео а меня это видео заряжает прям вот реально вот как батарейка энерджайзер как-то так в общем ну что ж как все дела идут контора пишет я сегодня хотел полностью это делать а потом вдруг тормознулся ну как полностью заточить еще хотел а потом подумал подумал что под них еще подставки надо а подставки нужно примерять она за точных бритвах примерять подставки это вообще не айс и поэтому тормознулся я решил показать вам результат какой в принципе у меня на данный момент имеется буду в перчатках показывать потому что не залапываются конкретно прям руки грязные и поэтому чтобы не портить как говорится общий вид вот так вот буду ну что мы их грязных рук не видели до в ноль там уже все заусенец мелкий такой идет то есть как я вам раньше уже обещал что клин будет семьдесят пять процентов вогнутостью цепляется вот хорошо я перчатках я бы уже порезался в принципе и работать в перчатках так неудобно но приходится просто ну уж если там что-то сорвется там сразу руку то режет конечно моментально перчатки не помогут а так вот по мелочи где-то хватаешься арбуз прям держат они легкие такие вот эти так вот внимательно нужно было рассмотреть то есть где-то закруглил где-то оставил плоскости где-то как-то ну опять же я всегда говорю что работаю я вдохновение на сегодняшний день то есть все зависит от того в какой день это и произвожу и как звезды сошлись вот от этого зависит все это раз да по шлифовки по шлифовке сразу сказал видите шлифовка то есть она принципе как бы и зеркальная и с цапками я хотел вообще оставить ее то есть без не вводить вот шлифовку в зеркало это было бы дешевле конечно в работе но как сказал игорь примеру ну мне лично он говорил что люди хотят видеть что-то такое гладкое чистое блестящее без каких-то либо там недостатков поэтому стараюсь чтобы не было стыдно так теперь бамбука два хоп-хоп так какой из них какой я сейчас вам скажу потому что один бамбук сейчас как скользко один бамбук вот с двумя удобствами вот это вот который роман приглядел себе этот бамбук из классического сделан сейчас я достану у меня соскальзывает из рук вот а тут с одной ямкой то есть это второй бамбук который появился сегодня ну просто как прислушался я люблю прислушиваться мнением поэтому решил добавить бамбука вот как то так видите там сапки или есть но если я буду уводить все эти цапки то они еще в цене вырастут прям вообще конкретно просто а я в них хотел этого я тут уже зарекался по поводу ценника поэтому хотелось бы чтобы все было как мужик сказал мужик сделал вот так вот я просто заметил что прошлый раз я очень быстро вертел их в руках и потом видео так меликом смотрел и даже сам не успеваю углядеть что я показываю так это второй как бы такой у нас обзор так же взять чтобы она не выпала из рук перчатки они скольжение придают это третий вариант он видите даже перчаток метод оставляю уже сейчас портировал даже в них оставляю это какие-то следы своего пребывания так сказать естественно в ноль но конечно напряжно было вам скажу чтоб кромочку выдержать чтобы она не гульнула не просела вообще вот это вот свода в ноль вроде бы звучит так да ну что тут особенного то что тут такого то ну не считать того что всегда ждешь когда останешься как пожизненный плотник без пальцев как минимум и как максимум без кисти что ее рубанет это все не важно дело не в этом то есть тут самое главное чтобы вот чуть-чуть вот здесь где-то приточил пример она уху просела обратная улыбка все до свидания и поэтому вот это очень напрягает это очень такой напряжное занятие конечно то есть клин это не просто делать если так вот расценить пример то для меня волну то есть одну вторую сделать проще хотя геометрически клин выглядит проще ну смотря какой клин если с подводом то да то вот этот с плоскостями фасками тут все гладко она ничего не цепляется здорово переходящие вот так вот те фаски головку и уходящие как бы все так вот в ручку такие нормальные в руке чувствуются вот тяжеленные а в такие весомые вот так бы их назвал весомые с поставками еще не решил я не знаю что делать ну не знаю так вот это с двумя удобствами которые изначально но удобствами называют эти ямки который изначально была бамбуком буду медленней сегодня медленно медленно показывать так как сам офигел от того что я увидел как я верчу ими ну правильно потому что я их на них смотрю изо дня в день с утра до вечера поэтому как бы это все уже видел и поэтому я верчу и я могу даже закрытыми глазами я сама знаю что там есть что и как а то что я показываю людям вот это как-то я упустил да кстати вот на всех бритовках видите вот здесь вот все фасками затюкал не стал оставлять даже у этого бамбука видно не видно я не знаю вон фаски не стал оставлять углы они уж очень какие-то такие жаскучие и фаски принципе топ вид придают вот надеюсь это это будет видно что фаски тут закругленный вот тут что надо будет поработать кстати может уберу уголки а может хотя не знаю надо ли посмотрим как бы спожием увидим сейчас я еще подумаю на этом над этим думаю не буду они грани эти фаски прошибают до грани лезвие а это не очень здорово ну что ж в общем то принципе все вроде бы не гульнуло вроде бы так все здорово вот все время вот это у меня вот бритв кто-то напрягала да хотя все напрягали я их прикладываю к чему тут сейчас предложить под рукой то прикладываю их пример к плоскости вот смотрю то есть нет 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 то есть не просела хотя уже прям вот всегда кажется что сейчас вот она вот вот просяд вот вот прям все сейчас в крае вот прямо и так вот каждый раз ну вот все нормально все обошлось единственно что здесь напрягает еще по сравнению со складными бритвами это разница в ширине полотна и вот в этом обушке который горбатый как бы так сказать обушок давайте не знаю какую сказать поближе мне тут что было вот видите то есть и плюс еще ширина большая и вот это как-то все вот это больше напрягает пример я предыдущие когда бритвы делал вот такие вот бритвки то вот то есть они как бы ну проще проще с ним было вот намного проще просто даже несколько раз я так сказал с подставками я не знаю что может у кого-то есть мысли по этому поводу можно взять ну просто брусок просто в нем вот фрезой приближаться в этот ручной фрезер такой настольный самодельный опять же то есть как бы не знаю это его то есть в него уже вот так вот бритву вкладывать здесь еще вариант это можно сделать примеру сейчас покажу можно сделать примеру минуточку как говорят в рекламе да минуточку можно как-то вот так вот выпилить из цельной древесины то что идет вставки вставлять не умею я не плотник нифигасе а вот здесь вот умер отверстие и в отверстие аккуратненько чтобы не высказано в отверстие вставлять вот так вот бритву вот то есть вот так отверстие будет и бритвка будет вот так вот на ней пук как бы висеть потом взял так вот и опять воткнул туда вот так вот в отверстие туда надеюсь я вроде понятно пытаюсь объяснить это второй вариант вот такая у меня в принципе идейка есть какая еще идея ну просто в чехол их воткнуть это здорово это просто просто для меня это подарок будет в реальный просто в чехол положить но в чехол вы сами понимаете мне под руку сейчас его просто нет это же кармашек вы туда вот бритву втыкаете то есть как бы можно сказать так вот острие ерзает по коже конечно для бритвы кожи это ничто тем более с такой жесткостью принципе это вариант подходящий но выглядит как-то неправильно что неправильно но дешевле здорово но еще какие варианты я не знаю принципе не особо много для комиссари вариантов до шкатулка если так боком ложить это очень конетельно затратно но все делаю вручную все выскребаю вручную вышлифовываю там все полностью все пазы все сам вручную делаю я ходил тут к тем людям у которых есть чп у станки говорю так и так сделайте мне такую шкатулочку они говорят мы индивидуально не делаем они все у меня что и индивидуально то есть где-то упор тут где-то тут есть разница всегда это же не штамповка это уже раз сразу минус больше был и плюс если они возьмутся за эту работу то есть сказали две сына говорит наша свою не приноси нам нужно уже там торцованная там то есть с плоскостями там уже выровненными мы будем сами закупать сами будем резать и это тебе примерно будет станет тысяч восемь за штуку а если вообще какой-то упрощенка вариант прям вообще прощен упрощенный прямо где-то минимум в шесть с половиной ну в общем я так принципе отказался потому что у меня бритва почти столько стоит и как бы вроде просто здорово вроде все ровно вы на чп ушки то но дорого и у них очень много условий они на каждом шагу у них вот шаг шагнул условия шаг шагнул второе условие и так вот прям постоянно какие-то потокачи то есть люди сильно заморачиваются чрезмерно я бы так сказал так что да если у кого-то есть прям вариант вот реальные такие варианты и может из моих вариантов что-то там подходящее пишите в комментариях обязательно запомню сразу же обязательно учту это и буду уже как будет размышлять отталкиваясь от ваших предложений что делать по поводу упаковки так сказать вообще хотелось вот в шкатулку ложемент вырезал до свидания вообще здорово было но я тоже пробовал заказывать мне там говорят что мы будем работать там от 50 100 штук это там сколько-то там не помню 70 тысяч по моему только минимальной стоимость что было что ну очень короче время самосвал до хотят сразу привести этих вот шкатулок заработать денег а я буду эти шкатулки потом в печи растапливать вот как-то так вроде бы все просто вроде бы все доступно и все то же время нереально все показал что да как дальше если уже буду показывать то буду показывать видимо уже готовые упакованные заточены бритовки уже будет такой обзор прямо обзор рот обзорище будет все на этом спасибо за внимание добра до свидания спасибо спасибо Продолжение следует...